...контроля, которые выступают организаторами и инициаторами той или иной формы контроля. Но, опять же, это мое предположение, возможно, и другие, наверное, варианты. И региональный закон, если, повторюсь, вы соберетесь над ним работать, вполне может определить полномочия, порядок организации деятельности общественной инспекции и группы общественного контроля. И здесь я не зря поставила три специального знака, это слово «сферы» не «изтакона», а вспомнив об истории написания законопроекта, когда мы говорили о том, что в каждой сфере должны быть свои правила, свои ограничения для осуществления общественного контроля. Вообще у Михаил Саныча Педотова была мысль, что «изтакона в общественном контроле» должен быть примерно как уголовный кодекс и по объему, и по содержанию, только без уголовной ответственности в таком объеме. И должен иметь общую часть, где будет говориться о том, что такое общественный контроль и в каких формах его можно осуществлять. И должна быть особенная часть, которая бы определяла, как осуществляется общественный контроль в той или иной сфере. Причем в группу нашу он приглашал специалистов из равных сфер для того, чтобы они могли с большей или меньшей, но все-таки с большей долей вероятности написать, как реально может осуществляться общественный контроль в сфере защиты, в сфере защиты прав детей или в социальной сфере, или в торговле, или в образовании. Возможно, что в законе вашем можно прописать вот так вот сферы и определить, каким образом могут действовать общественные инстекции и группы общественного контроля, если эти сферы, как наиболее приоритетные, будут определены по региональному закону. Тогда это, с одной стороны, будет абсолютно отвечать тем требованиям, которые закон федеральный предъявляет, что и региональным законом, и отдают какие-то полномочия на ускорб регионам. С другой стороны, можно сделать закон сравнительно работающим, если определить в узких сферах определенные полномочия даже не субъектов общественного контроля, а тех вот групп, которые могут реально этот контроль осуществлять. Следующий, пожалуйста. Что в законе еще, мне кажется, интересным, но, к сожалению, немножко потерявшим основную инструкцию? Это то, что, пожалуй, редко какой закон, который регулирует взаимодействие, в частности, органов власти и институтов гражданского общества, прописывает вообще конфликт интересов. У нас есть статья «Конфликт интересов в законе о некоммерческих организациях». Вот появляется новое определение «Конфликт интересов в законе об основах общественного контроля». Но если внимательно почитать это определение, то будет ясно, что под конфликтом интересов прежде всего подразумевается возможность получения дохода. Если общественный эксперт или общественный инспектор осуществляет общественный контроль той или иной структуры органов власти или местного самоуправления и может получить доход. Но здесь упущено, и изначально об этом шла речь, но, к сожалению, не вошло, то, что называется семейными отношениями, в каких-то более старых книгах называется «Куманство». Вообще какие-то взаимоотношения, которые регулируются нематериальными связями, которые можно назвать словом «репутация». Вот если муж проверяет тот орган, где работает жена, в общем, исходя из вот этого конфликта интересов, ни в какой мере никакого конфликта интересов не возникнет. Хотя, по сути, конечно, конфликта интересов налицо. Поэтому мы, за то, что мы прописали конфликты интересов более понятны и более четко, мне кажется, она тоже возит возможности указания такой статьи в региональном законе. Следующий, пожалуйста, это очень печальный для меня слайд, потому что, повторюсь, что мы предполагали, что любой гражданин сможет принимать участие в осуществлении общественного контроля. Пусть он будет аккредитован, пусть он должен иметь опыт работы, пусть он должен иметь ученую степень и звание, но если не я, значит, я кого-то могу из тех, кому я доверяю попросить выступить в качестве общественного контролера, то сейчас, понимаете, роль граждан, она сводится к тому, чтобы быть общественным инспектором или общественным экспертом, при этом, что и инспекторы, и эксперты должны приглашать субъекты общественного контроля. И если говорить об общественных экспертах, а у нас среди представителей гражданского общества, по сути, общественных экспертов очень много, тех людей, которые очень хорошо понимают в той сфере, в которой они работают. Но приглашать их по закону можно только к проведению обязательной общественной экспертивы. А вот если это не обязательная, чуть позже, когда вы говорите о экспертизе, мы поговорим об этом, то, в общем, общественных экспертов знать не обязательно. Субъект там все проведет, сам напишет, и, в общем, роль граждан окажется довольно небольшой. Ну и второй пункт, который тоже меня достаточно серьезно печалит, граждане могут принимать участие в общественном контроле, как лично, так и в составе общественных объединений. Это все очень хорошо, но изначально задумывалось, что общественный контроль – это возможность реализации гражданами права на участие в управлении делами государства. И там у нас написано, как лично, так и через своих представителей. К сожалению, эта формулировка оказалась заменена на вот такую, ну, я так и говоря, обцепляемую. Пожалуйста. И поэтому роль граждан, к сожалению, еще раз, пожалуйста, она остается таким для меня, в общем-то, пустым местом, которое, возможно, вероятно, исправить на уровне финального закона, если в этом он входил. Теперь уже к формам контроля, к тому, что реально будет собой представлять общественный контроль. В первоначальной версии, в самой первой, а вообще, если рассказывать вам о том, как эти версии изменялись, то, скажу, что первая версия, она была примерно 80 страниц, когда каждый, кто захотел написать свою часть в законопроект, написал свое, кто-то написал общественную экспертизу, кто-то проверку, кто-то мониторинг. И так примерно 80 страниц получилось. Это было в группе Федотов. Федотов обсудил это на совете, еще предыдущий состав совета был, и все это передали в общественную палату, где мои коллеги по общественной палате сказали, что это, пожалуй, слишком много, и это всего не нужно, подчеркали очень большие фрагменты текста, и в 8 страниц осталось 10. С этого момента закон предстал называться закон об общественном контроле, стал создать об основах общественного контроля. Вот оттуда пошло и действующее название этого закона. Из 12 форм, которые изначально предполагались, осталось всего 3 формы контроля, и 2 формы, которые контролем назвать довольно сложно, потому что это скорее и в законе они так обтекаемо называются формы взаимодействия, то, что обсуждение и слушание, это скорее не контроль, это возможность как-то высказать свое мнение в отношении того или иного действия или бездействия объекта общественного контроля. Три основных формы остались, это общественный мониторинг, общественная проверка и общественные экспертизы. Основной формой, исходя из определения общественного контроля, если вы, помните, это определение, там, да, наблюдение, а уж все остальное потом, основной формой все-таки является мониторинг, потому что закон предполагает, что на основании данных мониторинга можно, следующее, пожалуйста, проводить все остальные, следующее, еще и еще, все остальные формы контроля и обсуждения, которые в форме контроля не являются, и слушания, которые тоже не являются, и проверку, и экспертизу. То есть если проверка проведена, то не факт, что по итогам проверки можно организовать слушание или обсуждение, а вот по итогам мониторинга, пожалуйста, можно. Что подразумевает собой общественный мониторинг? Мониторинг, ну, понятно всем, подразумевает собой, естественно, наблюдение за деятельностью органов власти, в случае интересной формы контроля. При этом инициатором любой формы контроля, любой абсолютно, могут быть исключительно субъекты общественного контроля. То есть сказать, мы хотим провести мониторинг Почты России, если положим, может только общественная палата или общественный совет, ну, все, пожалуйста, общественная палата разного уровня. А вот организовать мониторинг может, в принципе, любое общественное объединение, любая некоммерческая организация, ну, и, естественно, общественная палата, общественные взгляды механизмов. Как сюда попали общественные инстинкции? Для меня загадка, но попали как. Следующий, пожалуйста. По итогам мониторинга, в общем, по итогам любой формы контроля готовится итоговый документ. По итогам мы будем говорить немножко позже, но если предположить, что мониторинг прошел так или иначе эффективно, то по его итогам мы можем организовать общественную проверку. Общественная проверка, она, конечно, более содержательная, нежели общественный мониторинг, это и сбор и анализ информации, но если мы, нажмите, пожалуйста, определим, вернее, поймем, что определение деятельности, которое затрагивает права, свободы и законные интересы, у нас нет, потому что, в принципе, любая деятельность с одной стороны затрагивает, а с другой стороны любой орган власти может сказать, вы знаете, как раз вот эта вот деятельность наша и не затрагивает права и интересы, потому что это исключительно, там технические программы. И понятия общественно значимой деятельности у нас тоже нет, то с одной стороны определение проверки у нас очень широкое, сбор анализ информации, проверка фактов, такое обстоятельство, которое касается органов власти, местного управления и иных организаций. А с другой стороны, в общем, получается, что проверить это нечего, потому что любой нормальный орган, он скажет, что именно та информация, которую вы хотите проверять, общественно значимой не является. В этом мы возвращаемся к первоначальным моим словам, о том, что определение общественного интереса, ну хорошо, даже не общественного интереса, пусть общественно значимой информации, пусть цены общественной пользы, оно привнесло бы в этот закон содержание. Поскольку этого определения нет, а определений было очень много, их писали и юристы, и фарциологи, и философы, кто только не предлагал свои определения, в конце концов, ничего не было принято. Получается, что, в общем, проверить можно все, а с другой стороны проверить нельзя ничего. И на эту проверку отводится закон 30 дней. В течение 30 дней можно доказать что-то и делать. Следующий, пожалуйста. Ну, еще чуть более содержательно, если смотреть на определение следующей формы контроля, это общественная экспертиза. Под общественной экспертизой, конечно, принимается изучение материалов, нормативных акций, проектов нормативных акций, проектов решений, которые принимаются тем или иным органам власти. При этом проверяются эти документы на соответствие требованиям законодательства. С одной стороны, это замечательно, но для этого у нас есть другие органы, у нас, в конце концов, есть конституционный суд, у нас есть суды, у нас есть простоящие органы, да и законодательство наше не всегда требования предъявляют адекватные. Поэтому изначально идея была совсем другая. Проверять нормативные акции, проекты, решения не на соответствие требованиям законодательства, а на соответствие общественным интересам, на соответствие нормам права, потому что если мы понимаем, что есть у нас некоторые законы, которые не всегда соответствуют нормам права, в большую букву, то, может быть, этим законам и нет смысла соответствовать всем остальным нормативным акциям. И если мы говорим об общественной экспертизе, то она, прежде всего, должна быть направлена на то, чтобы выявлять последствия принятия того или иного нормативного акции. Предположим, проект закона, который мы экспертируем, да, соответствует нормам права, да, соответствует, возможно, общественным интересам, но в случае его принятия мы получим такие, такие, такие последствия экономические, социальные, интерморальные. Вот идея была такая. Простым языком, если говорить, то когда мы это обсуждали, мы говорили о том, что любой текст проекта закона должен взять абсолютно любой человек и понять, что в этом законе вообще его настораживает, что ему кажется неправильным, что он не понимает для того, чтобы сделать законодательство, ну, это, как говорится, ближе всего мне, понятным, возможным для исполнения и соответствующим интересам личности, общества и государства. В обретении общественной экспертизы, которая осталась в этом законе, это не полностью отражает нашу изначальную идею. Ну и еще можно проверять нормативные акты на соблюдение прав свободы человека, гражданина и законные интересы юридических лиц, коммерческого характера. На общественную экспертизу выдается 120 дней. Следующий вопрос. Кто может инициировать общественную экспертизу? Пожалуй, здесь законодатель дает возможность более широкому кругу инициировать общественную экспертизу, и инстраторами общественной экспертизы могут быть сами органы власти. Все уполномоченные правом человека, правом предпринимателей, правом детей, то есть все уполномоченные, которые существуют в России, и некоторые существуют в регионе, все могут инициировать общественную экспертизу. Ну и общественные палаты и иные субъекты контроля. Организатором общественной экспертизы может быть только субъект общественного контроля, то есть или палата, или садик. Пожалуйста, пожалуйста. Что федеральный законодатель дает на откуп региональному закону? Это порядок организации и проведения общественной экспертизы. Естественно, что организатор, он конечно сам будет определять, каким образом организовать общественную экспертизу. Но поскольку здесь речь не идет исключительно о федеральном законодательстве, то может быть есть смысл прописать или положение об общественной экспертизе, или может быть даже закон сделать об общественной экспертизе, или раздел по закону в общественном контроле, который бы более четко прописывал проведение общественной экспертизы и, самое главное, ставил более правильные цели, то есть соответствие интересам, ну, да, наверное, человека, общества и государства. Я на всякий случай привезла вам два нормативных акта, если вы захотите, я, безусловно, поделюсь, и один из них — это проект закона об общественной экспертизе, который сообщество нашим юридическим разрабатывалось еще до того, как шла речь о законе об общественном контроле, когда мы предполагали, что общественная экспертиза должна быть, она должна быть обязательной, или, считая, из сферы, в которых она обязательна, и может быть инициативной, когда любой гражданин, у нас там были требования гражданину, или общественной организации, или некоммерческой организации может инициировать общественную экспертизу, провести ее и сказать, в каких нормах тот или иной закон, тот или иной законопроект или решение в каких пунктах не соответствует общественным интересам или не соответствует нормам права. Если будет вам интересно, я, конечно, вам адресик оставлю, может быть, он будет вам нравиться. Следующий, пожалуйста. Я уже говорила о том, что общественные эксперты привлекаются исключительно к обязательной общественной экспертизе. Обязательная общественная экспертиза у нас определена в законе об общественной палате, о палате, когда речь идет о документах, которые связаны со социальной сферой нашей жизни. Но, дамы сказать, что до последнего времени, ну, по крайней мере, до последнего года, несмотря на то, что палаты, федеральные палаты проводили экспертизы, ну, практически всех законопроектов, которые присылались в Государственную Думу, наверное, я знаю только два случая, когда Государственная Дума отреагировала на решение, на результат экспертизы общественной палаты. Это когда речь шла о штрафах, административных штрафах для тех, кто несанкционированно выходил на улицу. И второе, это когда обсуждался закон об образовании. Там наши коллеги из комиссии по образованию будут какие-то удовольствия внести поправки. Во всех остальных случаях экспертиза общественной палаты доводилась до сведения депутата Государственной Думы, причем первые годы она просто застревала где-то там в канцелярии, а вот с 12-го года ответственный человек из комиссии общественной палаты по регламенту Государственной Думы приглашался на заседание Государственной Думы, озвучивал экспертизу, ну и озвучивший экспертизу, благополучно уходил, сделал свое дело, озвучив все, а депутата, соответственно, поглушили и разошлись. Ну, все равно экспертиза проводилась. По поводу итоговых документов. Вот здесь должна сказать, что, наверное, случайно остался тот абзац, который был в самом первом тексте. Видимо, мы как-то вот не досмотрели. В итоговом документе мы предлагали определить оценку социально-экономических правовых и иных последствий принятия акта. Вот ровно то, что я вам говорила. Вот это вот, нет, пока еще не надо. Вот это осталось. Вероятно, вот на этом, наверное, и стоит, мне кажется, строить тот раздел закона, если вы будете на нем работать, который будет посвящен общественной экспертизе. И, конечно, рекомендации по совершенствованию нормативного акта, это очень важно, но в том случае, если над экспертизой работают юристы, то рекомендации по совершенствованию действий нужно писать. Если работают не юристы, то, скорее всего, рекомендации писать нет смысла, потому что не юристы, как правило, предполагают совершенно непроходимые рекомендации, как то, чтобы отменить все, заменить все на другое. И если только документ общественной экспертизы содержит рекомендации, которые непроходимы, то, соответственно, общественная экспертиза не будет цениться так, как она могла бы цениться в случае рекомендации, которые соответствуют законодательству. Следующий, пожалуйста. Ну и две еще формы взаимодействия, это не формы контроля, это вот некоторые формы взаимодействия, которые, по случаю, остались в законе об основах общественного контроля. Отределение этих форм, они, конечно, оставляют желать лучшего, но что получилось, получилось под общественным обсуждением. Ну, простите, не я придумала. Понимаете, публичное обсуждение общественных вопросов.